Всем привет! Добро пожаловать на сегодняшний вебинар преподавателям, всем, кто преподает или интересуется преподаванием английского. Меня зовут Ксения Смышляк и я рада в очередной раз поделиться с вами какими-то знаниями или наработками в интересной для всех нас области, а именно преподавание английского. Я очень много лет занимаюсь разработкой учебных материалов и на данный момент руковожу командой общего английского для взрослых в компании Skyeng. Сегодня мы будем с вами говорить об ошибках, а именно об ошибках студентов или учеников на высоких уровнях. Какие типичные ошибки они совершают и как с этим бороться. Было бы конечно очень интересно узнать, как часто вы сталкиваетесь с этой проблемой, актуальна ли она для вас и как вы предпочитаете исправлять такие ошибки. В самом начале давайте в общих чертах вспомним, какие виды ошибок вообще существуют и как мы можем их исправлять в зависимости от вида. Очень часто преподаватели сталкиваются с так называемыми slips of a tongue, когда студент просто оговаривается и такие ошибки не всегда нуждаются в исправлении, потому что зачастую студент у вас уже в следующем высказывании или в следующем упражнении уже не будет допускать этой ошибки. Следующий вид ошибок так называемые errors. Это ошибки, сделанные в знакомом или пройденном материале. Ошибки же, которые студент допускает в незнакомом материале это attempts. Когда студент, когда вернее не ясно, что именно хочет сказать ваш студент и какую форму он пытается использовать для своего высказывания. Очень часто такие ошибки как attempts возникают вследствие явления интерференции от английского interference или переноса. Если возникает языковая интерференция, то студенты используют звуки, лексические или грамматические структуры родного языка и переносят их в изучаемый язык. Существует еще так называемые fossilized areas, то есть устоявшиеся, закрепившиеся от ошибки от английского fossil, окаменелость или ископание. То есть это ошибка, которую студент сделал так много раз, что она стала по сути частью его речи. У новичков ошибок такого вида нет, но по мере изучения языка они, к сожалению, часто накапливаются и исчезают с большим трудом. Именно они являются самыми типичными для учеников или студентов высоких уровней. Отсюда мы с вами перейдем к методам исправления ошибок, которые, опять же, будут зависеть от вида ошибки и цели заданий. Например, если вы со студентом делаете упражнение на accuracy, то есть точность, то предпочтительным методом исправления будет on-the-spot correction, когда вы не ждете конца всего задания, а будете исправлять ошибку в конце предложения, в котором она была допущена. Но исправить on-the-spot это не значит перебить или исправить ошибку за ученика. Здесь существует очень много способов исправления. Это может быть перефраз с правильным вариантом или, вернее, переспрос с перефразом. Это может быть исправление жестами, исправление голосом, мимикой, сигнальной карточкой, переспросом с использованием интонации на неправильном слове, альтернатива в переспросе или эхо-переспрос, а также пальчиковое исправление или finger correction. Я сегодня постараюсь продемонстрировать все эти методы исправления ошибок. Итак, например, вы со студентом делаете задание на грамматику и слышите ошибку в предложении they will finish the project by the end of the week. Как мы можем исправить эту ошибку? Мы можем переспросить, то есть дать альтернативу. They will finish or will have finished. Это может быть эхо-переспрос, когда вы будете переспрашивать и остановитесь именно на том месте, где была допущена ошибка. They will и остановились. Показали паузы, интонации, что что-то дальше не так. By the end of the week, то есть мы стрессим с вами слово марки. Например, давайте возьмем следующий пример. Ошибку студент у вас допустил в предложении he must to work. Здесь идеально подойдет finger correction. Когда мы показываем ему всего лишь три пальца, he must work. Это удобно, когда у вас в предложении студент допустил и сказал лишнее слово. И показываем, что у нас есть только три слова, то есть какое-то из этих слов лишнее. Или другой вариант. Вы со студентом изучали, например, emphasis, и ваш студент допускает ошибку в предложении. I did liked the present. С помощью finger correction мы показываем, в каком месте предложения была допущена ошибка. I did the present. I did the present. So you show where you should correct themselves. Или была допущена, была использована не та форма глагола. I have never flew to Europe. Здесь идеальным исправлением подойдет карточка сигнальная, когда вы покажете студенту, что надо использовать третью форму глагола. На сигнальных карточках, я сейчас остановлюсь более подробно, они удобны тем, что вы будете с ними работать. У вас будет карточка для тех же самых fossilized errors, зная вашего студента. Вы будете знать, в каких именно, зачастую словах он допускает, или формах он допускает ошибки. И у вас будет карточка уже с ним наработанная. Она будет удобна тем, что вам не надо перебивать студента. То есть вы просто показали сигнальную карточку, и ваш студент понимает, в чем дело. Какие самые распространенные ошибки, даже не касающиеся высоких уровней? Это, естественно, пропуск s в третьем лице. Или это word order, когда студенты путают подлежащее и сказуемое. Это употребление if в reported questions. Или студенты забывают частичку to. Или они пропускают is. Или они употребляют that вместо, вернее, which вместо who. Или они употребляют to там, где не надо употреблять to. Ну и, естественно, формы глаголов. Вот эти сигнальные карточки помогут вам исправлять, вернее, заставлять студента исправляться самостоятельно и при этом не перебивать его. Опять же, еще раз мы с вами говорили о том, как исправлять ошибки в заданиях на accuracy. Если же наше задание идет на тренировку fluency, то есть беглости, то здесь самым верным способом исправления будет так называемый delayed feedback. Когда мы будем записывать ошибки студента или ученика, а потом будем давать ему шанс исправиться в конце всего высказывания, то есть в конце всего задания. Опять же, вы можете делать это разными способами. Вы можете записать предложения с ошибками и показать их ученику и попросить найти и исправить ошибки в предложениях самостоятельно. Это могут быть предложения с альтернативой. Наша с вами любимая depend on и depend at. Мы даем вариант, студент выбирает правильно. Причем очень важно в таком исправлении, я призываю практически вас к этому, это касается не только техники delayed feedback, но и других техник исправления ошибок, не повторять за учеником его ошибку или не заставлять его повторять ошибку. То есть когда он будет у вас читать предложения с ошибкой, которые вы ему покажете в конце задания, мы просим его предложения эти прочитать про себя, а не вслух. Или мы, как преподаватели, не будем произносить эти предложения. Все по той же простой причине, потому что, по сути, мы будем работать над тренировкой ошибки. Чем чаще ученик повторит неправильный вариант, тем он его лучше затренирует. Поэтому мы не будем заставлять его закреплять эту ошибку и будем избегать таких ситуаций, когда вы или ученик будет еще раз проговаривать ошибочный вариант. Помимо этого, предложения с ошибками можно еще и записать в перемешку с правильными предложениями. Такой подход, на самом деле, очень мотивирующий студентов. И он подчеркивает, что студент правильно сформулировал такие-то и такие-то мысли. Особенно, если вы долго и упорно работали над какой-то ошибкой и вы, наконец, ее исправили, вы можете предложения, в которых он правильно употреблял это слово или грамматическую структуру, записывать рядом с ошибочными, показать ему, что действительно здесь нет ошибки и он с этим справился. Теперь давайте детально разберем типичные ошибки на высоких уровнях, а потом поговорим, как от них можно избавиться. Уже не просто исправить, а избавиться. Как я говорила, чаще всего на высоких уровнях мы встречаемся с вот этими окаменелыми ошибками или fossilized errors, когда студенты уже затренировали то ли произношение, то ли интерференции переносят какие-то типичные для своего языка паттерны на английский язык и особенно грамматические ошибки. Если мы говорим о грамматических ошибках, то чаще всего это употребление инфинитива и герундия, например. Когда студенты, во-первых, не знают полностью или не затренировали полностью список глаголов, после которых употребляется только инфинитив или список глаголов, после которых употребляется только герундий и глаголы, после которых употребляется и инфинитив, и герундий. как они не понимают разницы между I stopped doing и I stopped to do. Чаще всего это было recommend и suggest, когда студенты говорят he recommended to do or he suggested to do. Сюда же идет и неправильное использование subjunctive mode. Когда правильный вариант у нас предложения будет звучать, например, I recommend that you be on time. Очень часто на высоких уровнях студенты используют неисчисляемые в английском существительные, как исчисляемые. Опять же из-за явления интерференции, потому что в родном языке эти слова являются исчисляемыми. Например, advices вместо advice или pieces of advice, research вместо research, а также неправильно согласовывают сказуемые и подлежащие в числе. Когда, например, студенты у вас неправильно или ошибочно согласовывают money of вместо money is или news of вместо news is, потому что происходит вот эта вот самая языковая интерференция. Дальше это неправильное использование артиклей. Помимо вот этих огромных правил с использованием артиклей с географическими названиями, которые студенты очень часто могут путать, это еще использование артикля с quantifiers, например, разница между a few, few, a little, little, или использование артикля с substantivized adjectives, вот эти collecting, то, что мы называем now, these adjectives, the poor, the unemployed и так далее. Что еще является типичным? Это неправильное построение предложений с паттернами in spite of despite. Очень часто вы услышите ошибку типа despite he was late вместо despite being late или despite the fact that he was late или in spite they were very different вместо in spite of being different или in spite of their differences или in spite of the fact that they were different. Дальше, и это то, с чем вы сто процентов сталкивались, это неправильное построение reported speech, а особенно reported questions. Это коронная фраза, которую я практически от всех студентов высоких уровней могу услышать. I don't understand what does it mean. Когда студенты переносят прямой вопрос what does it mean на косвенный без правок в порядке слов. И здесь вам в помощь будут сигнальные карточки. Следующей типичной ошибкой можно назвать неправильное употребление conditional sentences, особенно mixed conditionals. Вообще, например, третья форма условных предложений достаточно сложная для запоминания, поэтому при беглой речи очень редко какой студент сможет правильно построить would have done в третьем условном, например, или еще сложнее mixed conditional. И чаще всего они даже допускают ошибки first conditional, когда употребляют future вместо present. В этом случае это скорее можно трактовать как оговорку, то есть slip of a tongue, и здесь мы их будем поправлять переспросом, например. Дальше с грамматическим ошибкам относится еще и неправильное употребление adverbs вместо adjectives после глаголов-связок, таких как feel, sound, smell, seem, например, she seemed beautifully. Студент может вам сказать вместо she seemed beautiful or she seemed sad. Следующее, то, что мы с вами попробуем разобрать, это уже больше относится к категории attempts, то есть ошибки по незнанию, когда студент у вас будет додумывать, допридумывать по уже знакомым для него паттернам. Чаще всего это происходит, когда они пытаются строить деривативы или слова с помощью типичных суффиксов, чтобы сделать какую-то нужную часть речи, но они формируют ее неправильно. Например, sincere и студент может вам сделать в существительной форме sincere-ness, потому что они знают суффикс-ness вместо sincerity, или explanational вместо explanatory, или unresponsible вместо irresponsible, или unhonest вместо dishonest. Выход из этой ситуации – это посвятить два или три урока теме словообразования, когда вы с ним задрилите вот эти незнакомые и новые слова на словообразование с правильными аффиксами. Очень полезно, я бы сказала, что помогает избежать нам ошибок. В частности, это когда вы будете разбирать грамматические правила со своими студентами, вводить блок так называемых common mistakes. Мы очень часто делаем это при разработке материалов Skyeng, когда подаем грамматические карточки, где наглядно прописываются частые ошибки для этого правила, того или иного грамматического правила, и они выделены как неправильный вариант. После серии интервью со студентами мы узнали, что это действительно помогает обращать внимание на свои типичные ошибки. И эти блоки common mistakes, они запоминаются даже чаще и лучше, чем сами правила. Например, когда вы будете учить future tenses, мы покажем, что предложение I think he won't meet the deadline – это неправильный вариант, так как правильным будет I don't think that he will meet the deadline, когда мы переносим отрицание на первую часть приложения I don't think. Или, когда вы будете изучать артикли, мы можем показать одну из частых ошибок употребления артикля с абстрактными понятиями. What does the retro music mean? Перечеркнутый вариант у нас будет, и правильно мы подсветим, что будет What does the retro music mean? I learned to ride a bike when I was five вместо I learned riding a bike when I was five и этот вариант вы перечеркнете, даже если вы просто разбираете эти правила на доске. Или I enjoy reading adventure books вместо I enjoy to read I enjoy to read Чаще всего это будет read Ну, to read у нас тоже допустимо, но чаще всего это может быть ошибка именно такого плана. И вы, вернее, зачеркнете эту форму и рядом напишите правильный. Возьмите себе такой проверенный лайфхак и пользуйтесь ним при подаче и работе с грамматическими правилами. Дальше давайте вспомним еще фонетические ошибки. Fossilized, опять же, это когда студент у вас затренировал неправильное произношение таких-то слов. На высоких уровнях я очень часто слышу Communicative вместо Communicative или Catastrophe вместо Catastrophe или даже Skissers вместо Scissors или Psychologist вместо Psychologist и сюда же все возможные варианты с Mute Letters Lamp, Doubt, Climb и так далее. Все, что они могут затренировать неправильно. Fossilized Vocabulary Errors Это когда, опять же, вследствие интерференции студент у вас переносит какие-то русские структуры в английский язык. Самое распространенное здесь и характерное практически чуть ли не для всех студентов это What About вместо As For. Поэтому я для этого завела даже специальную карточку. Еще к вокабулярным ошибкам относятся неправильные предлоги в коллокациях или неправильные предлоги в связках с Dependent prepositions. Например, Congratulate with вместо Congratulate on или Explain me вместо Explain to me и так далее. Еще отдельно я бы хотела выделить такие типичные ошибки, как слова-паразиты. Это так называемые любимые словечки ваших студентов, которые они знают и очень часто используют. Не просто используют, а даже, скажем, они их overuse. Для исправления здесь прям надо очень настойчиво работать с синонимическими рядами. Использовать табу для постановки задания. Например, у меня был студент, который очень любил слово super, и он добавлял его в любое высказывание, которое ему нужно было прокомментировать, например, или ответить на какой-то вопрос. То есть я за урок слышала это слово буквально раз в пять как минимум. Поэтому мы с ним проработали синонимический ряд для этого прилагательного. И здесь нужно сказать, что очень хорошо работает метод табу, когда вы даете задание и даете запрет. Прямо даете список слов, которые находятся под запретом, которые нельзя использовать при ответе. Или наоборот, вы даете список слов, которые надо использовать при ответе. И в списках, естественно, будут слова, которые вы стремитесь затренировать или наоборот, от которых вы стремитесь избавиться. Например, у меня еще был один студент, который очень любил префикс over и добавлял его неправильно ко многим словам, например, over-difficult и так далее. Не стоит забывать, что при искоренении вот этих самых fossilized errors невозможно добиться мгновенных результатов. Исправление каждой ошибки требует очень длительного времени. Еще один важный момент здесь – это то, что не надо пытаться избавиться от всех ошибок сразу. То есть сначала мы избавляемся от одной окаменелости и только потом переходим к следующей. Это могут быть еще раз сигнальные карточки на абсолютно разную тематику. Вот покажу вам еще одну. Вот такая вот well – это студент у меня был, который очень любил говорить ну. И никак не мог запомнить, как же это будет на английском. Или since вместо science и так далее. Сигнальные карточки – это vocabulary lists. Когда студент будет у вас ввести специальный лист вокабуляра, носить его на урок, он будет перед ним лежать на уроке, где будут прописаны правильные варианты слов ошибок или синонимы для слов-паразитов, или транскрипция неправильно произносимых слов. Как вариация, этот вокабулярный лист может стать так называемым дневником ошибок. Вы можете также применять технику непонимания. Когда вы со студентом договариваетесь, что если он делает эту ошибку, вы его не понимаете. И каждый раз, когда он будет возвращаться к этой окаменелой ошибке, вы жестом даете понять, что вы не понимаете. Главное, что еще хочу сказать, наверное, напоследок в нашем сегодняшнем вебинаре, это то, что все-таки не надо перестараться, надо себя от этого подстраховать. Потому что говорящий студент, который не боится совершить ошибки, допускать ошибки и при этом говорит быстро, это всегда намного лучше, чем медленно говорящий студент, только потому, что он боится допустить ошибку или еще хуже, боится того, что вы его исправите в любую секунду. Поэтому, надеюсь, вам было полезно сегодня и интересно. А в следующий раз я приду уже к вам с другой очередной актуальной темой. Всем пока!